Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что ваше сообщение, оно получилось таким, знаете, довольно сумбурным немного, да, то есть вот как вы пишете, что 22 горя, вот, то есть вы уже тот мой человек, вот, живете вы одна, у вас есть мужчина, у вас есть парень, вот, то есть вы довольно-таки такой, ну, серьезный человек, но при этом ваша реакция, ваше поведение, они явно из детства, то есть все, что вы вот пишете, да, все, что вы говорите, это такая очень детская позиция. Вначале мне бы хотелось, чтобы вы постарались, постарались, я не говорю, что у вас может быть это получится, да, но постарайтесь. Пожалуйста, подумайте, любите ли вы свою маму, как вы к ней относитесь. Хотите ли вы, чтобы ваша мама, да, была счастлива, хотите ли вы, чтобы у нее все было здорово, желаете ли вы, чтобы она, ваша мама испытывала счастье, радость, удовольствие от жизни и так далее? Если да, то возникает вопрос, почему вы решаете за нее, с кем ей быть? Вот вы говорите, что, когда моя мама вышла замуж, я училась в четвертом классе, мне очень сразу не понравилось, он был уродом, я хотел, чтобы моя мама вышла замуж за красивого, и мало того, он еще и плохой, и невоспитанный с низким уровнем интеллекта. Плохой урок, да, это ваша субъективная оценка человека, и субъективная оценка человека продиктована именно вашими какими-то переживаниями. То есть, вы хотите, чтобы ваша мама вышла за кого-то, потому что вам это нужно, но ведь это ваша мама, это не вы, как бы, да, вот, это не вы. И вопрос, почему вы свои желания проецируете на себя? Почему вы, с кем быть маме, да, с кем ей встречаться, за кого ей выходить замуж, с кем спать и так далее, да, вы пытаетесь решить за нее. И, кроме того, кроме того, вы поставите ее перед выбором. То есть, либо я, либо ты, да, то есть, либо я, либо он, так вот вы говорите. Это, соответственно, тоже повиска такая, довольно эгоистичная. И здесь надо понять, по всей этой ситуации, чего хотите вы, что нужно вам, для чего, как бы, именно вам, чтобы мама вышла за умного, красивого там и так далее. Вы же понимаете, что дело не в этом. Вы же понимаете, что дело не в красоте и не в уме. Вы же понимаете, что дело все в том, как он относится к вашей маме. А относится он к ней довольно хорошо, ну, раз она с ним. Либо, в любом случае, это ее выбор. То есть, вот, нужно стараться адекватно понимать, что это именно выбор мамы. И вопрос, который у меня к вам, именно вопрос, он звучит так. Почему вы не уважаете выбор своей мамы? С чем это связано? Да, вот. Именно то, что вы не уважаете выбор своей мамы. Что вам мешает его уважать? Смотрите. Смотрите. То, что вы пишете потом, да, что вот, значит, он невоспитанный, там, плохой и так далее. И то, что вы рассказываете о их поцелуях, да, о их занятиях любовью, занятиях мирной любовью. Это очень похоже на недолюбленность. Вы не получили в полной мере родительской любви. Может быть, отцовки любви. Вот. И, собственно, именно из-за этого, по этой причине, у вас и возникает проблема такая. Проблема того, что вы испытываете либо ревность, либо чувствуете, что вас недолюбливают, чувствуете себя неудовлетворенный, незавершенный, может быть. Вот. И пытаетесь, собственно, через вот агрессию, через отношения за своим молодым человеком, да, а вы пытаетесь это восполнить. Дальше. Давайте по порядку пойдем, да. Да. Невоспитанные не подходят нашей семье. Ну, вот, уже сказали, да, кто решил. Почему вы решили? Почему это вы решили? Вы решаете, кто подходит к вашей семье, да, а кто нет. Ну, все-таки это решает ваша мама, да. далее. Вы его сильно возненавидели. За что? Он постоянно искал помощь, чтобы со мной поссориться и придираться. Опять же, тут момент какой? Что вы его за что-то возненавидели. именно вы его за что-то возненавидели. То есть обесценили. Да? То есть демонизировали. И на это были основания. на это были основания. Как правило, как правило, обесценивание и демонизация происходит из-за неполучения человеком того, что он хочет. То есть человек не может получить то, что он хочет, то, что ему нужно, естественным путем. вот. И он вынужден соответственно, ну, такой человек вынужден искать другие способы получения того, что ему необходимо. Вот. И тот способ, который человеку доступен, идеализируется тот способ, который человеку не доступен, наоборот, демонизируется, обесценивается. Поэтому нужно очень подробно, досконально разобраться с тем, почему вы обесцениваете своего отчика. То есть его, в принципе, можно и нужно уважать хотя бы за то, что он вашу маму делает счастливой. 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 Хотя бы. Хотя бы за это. Да? потому что если вы его ненавидите, то также вы не приемлете выбор своей мамы. непринятие выбора своей мамы волей-неволей ведет к чему. Ну, кому-то, соответственно, что она не счастлива. Вот. Ваша мама. Именно ваша мама. Дальше. Так. Он искал повод со мной поссориться, придирался, наговаривал на меня. Приходил домой пьяным, швырял дверьми, мама от него прятала ножи и вилки. Ага. Ну, смотрите. Здесь, конечно, момент какой-либо. С одной стороны, да, неприятно, безусловно, что очень так себя ведет. Но, с другой стороны, вам от этого было неприятно. с другой стороны, вы себя как-то чувствовали, да, негативно в этот момент. негативно. нужно постараться понять, что именно негативного было в ваших ощущениях. Тогда что чувствовали, что чувствовали, в чем нуждались, вот, чего хотели, что было нужно вам, и так далее. это, на мой взгляд, такой, очень важный момент, если мы говорим именно о ваших ощущениях. да? Хорошо. Значит, мама прятала от него на оживилке, он швырял дверями, приходил пьян. Вот, тогда, в тот момент, что вы чувствовали? Опять, какие были ощущения у вас? Как чувствовал себя телом? Чего тело хотел? Тогда. И сравните эти чувства, да, с тем, что есть у вас сейчас, с вашей нервностью, с вашими ощущениями и так далее. Не происходит ли в вашей жизни сейчас такого, что вы пытаетесь реализовать единственно возможный для вас способ, ну, скажем так, получения того, что вам нужно. дальше. Я жила с мамой 12 лет, и в свете 12 лет я разговаривала с ним. Опять же, почему? Почему? Откуда такое непринятие его то есть у вас идеализация происходит может быть отца, либо вы считаете себя ненастойной отца. отца. То есть вот бывает бывает так, что отец, например, уходит, да, ну, абсолютно не важно, как он уходит. Да, то есть это может быть уход любой, может быть уход как физический, да, это может быть уход и духовный, да, вот, то есть это, именно это не важно, именно это не столь важно, и в данный момент не столь важно. И ребенок, то бишь, ну, то бишь, вы, он может думать как, что это его вина. его вина в том, что папа ушел, что папа ушел потому, что не любил, или потому, что, например, недостаточно меня ценил, или потому, что, например, я недостаточно хороша была для него, или нам ижег еще что-то, да, то есть вы вот таким чудесным образом ничего не рассказываете о своем отце, то есть про отчима да, много, а брата ничего. здесь как бы возникает уже ну такой момент, а почему ничего вопроса почему вы ничего не рассказываете про суватсап, что с ним, где он, как он, и какие у вас с ним отношения были, и были ли вообще, как вы, ну там, я не знаю, ну я не знаю, относились к тому, да, что он, что вы не рядом с вами, например, и так далее. То есть это вот такой довольно важный момент, важный момент для понимания именно вашей проблемы, именно вашего отношения к ситуации. Оно это отношение, оно это отношение, продиктовано, да, продиктовано, именно вот как бы таким контр, контр ощущением, защитным ощущением, защитной реакцией, именно по отношению к отцу. Либо у вас отца не было вообще, и вы как-то, как-то, вот, знаете, ну, там, считали, например, что у меня отца нет, да, как бы и мой отец должен быть таким красивым, умным и так далее. Вот. А появился такой мужчина. Такой, такой. Да, не очень хороший. не очень хороший и вообще не оправдавший ваши ожидания. И вроде бы, вроде бы, он и не соответствует тому образу, который у вас был, который у вас имелся, да, вроде бы несоответствует, но и другого и другого нет. И вроде бы вы его и ненавидите, вроде бы вы его и не принимаете, а в то же время и как бы побольше некого. Да? И вроде бы нервисть, в то же время потребность. Потребность в том, чтобы ну как бы быть ну может быть ближе к этому человеку. Чтобы быть ближе к нему. Чтобы он может быть наконец заметил вас там может быть вы не говорили с ним по этим причинам, потому что вам было важно, чтобы он вас заметил. То есть в начале сперва вы его не принимали, да, и возможно не принимаете до сих пор. Но это не обменяет того факта, что вам может хотеться, чтобы набрать ему откуда столько агрессии. Я видел, как они целовались. Фу. Ну и что? Это мама? Это же ваша мама. И я думаю, что вы не будете спорить с тем, что она на на то еще имеет вполне себе законное право быть счастливой и целоваться с тем, кто нравится ей например и заниматься любовью с тем, кто нравится ей. Опять же. Понимаете? То есть только вся в том, при чем здесь вы. Вот какой момент. основной. Да? При чем здесь вы? Как вы себя связываете с этой ситуацией может быть? с отношением вашей мамы к нему и так далее? ваше конкретные обиды они на что направлены? постарайтесь постарайтесь подумать на эту тему. Это очень важно на самом деле. я я слышал как они занимались любовью для меня это кошмар. Почему? Как моя мама могла такой мерзостью заниматься с тем кого я так сильно ненавижу? но я предлагаю что должна быть некая связь того что вы ненавидите человека и того что делает ваша мама потому что есть все таки разграничения то есть ваша мама это ваша мама вы это вы и если есть ненависть именно у вас то проблема это ваша и вам эту проблему нужно разбирать а мама она как бы живет один раз так же как и в принципе все мы и нет ничего удивительного и плохого в том что она хотела немножечко любви вот в этом плане еще раз повторю немного эгоистично звучит ваша повиция что мама не должна быть счастливой например она или должна быть счастливой только с тем кого я посчитаю ну правильным подходящим вот и здесь возникает такой вопрос а вам было бы приятно если бы за вас да кто-то выбирал бы ну я не знаю выбирал бы пару вам молодого человека и так далее вот было бы вам приятно если бы это происходило хотели бы вы чтобы за вас кто-то решал с кем вам быть кого вам любить и так далее только честно вот как вы сами да как бы как вы сами к этому к этому отнеслись бы представьте себе я не думаю что это довольно сложно но попробуйте представьте себе сейчас на данный момент данной ситуации вот значит что дальше да что дальше просила маму развестить не раз мама и от него не отказывается и от меня тоже а должна вот вы считаете что она должна отказаться от вас или от него вы считаете это нормальным ставить человека перед таким выбором? Почему вы ставите человека перед таким выбором? Почему вы позволяете себе это делать? Ставит человека перед таким выбором. Заслуживает ли ваша мама такого выбора? Мне почему-то кажется, что нет. А вам как вы считаете? Дальше идем. Так, последний раз была ссора с этим уродом, из-за чего я ушла из дома. Я живу одна, своя квартира. Но когда я еще шла с мамой, как будто мне навязывается представление, которым я брезгую, как будто я с ним целуюсь и фу сразу. Это потребность в мышку внимания, в мышку любви вас говорит. То есть, никакого фу здесь нет, реакция абсолютно нормальная. Ох, вот. Очевидно, что вы во многом не принимаете себя, к сожалению. и в общем, именно из-за этого, из-за того, что вы во многом не принимаете себя, ну, достаточно сильно не принимаете себя, из-за этого у вас и есть нужда в другом человеку, даже, я бы сказал, в любом человеку. Вы хотите быть с кем угодно, вы хотите получить любовь, получить внимание, получить, так сказать, положительный строк, если говорить профессиональным языком. Вот. Положительный строк, да, то есть, положительное прикосновение, положительные какие-то эмоции, положительная обратная связь. Вы хотите получить это и никого ближе к вашему отчиму. Как бы это не было неприятно для нас, нет. И поэтому у вас такие представления возникают. Потому что вы не до конца любите себя, не до конца принимаете себя, не до конца может быть чувствуете себя, не до конца позволяете себе эмоции проявлять какие-то. И из-за этого выникает такое ощущение. если вы вспомните, то я уверен, всплывет несколько фактов, когда вы себя зажимаете где-то как-то, когда вы себя как-то где-то подавляете, в чем-то обесцениваете, обвиняете, принижаете, вот. Либо ну вас обесценивают, принижают и обвиняют, что в принципе разницы не особо дает много. В данном случае. Вот. так или иначе ситуация заключается в том, что вам не хватает любви. И именно нехватка любви, нехватка возможно заботы со стороны еще раз повторю мужчины. доставляет вас вот так вот чувствовать, так вот реагировать, так вот хотеть. И вам вроде бы самой неприятно. Да, неприятно, что это представление возникает. на самом деле это не представление в привычном значении слова, это не представление в привычном значении слова, это не более чем влечение. Причем влечение, что важно, не нужно путать с чем-то таким, знаете, может быть сексуальным, интимным и так далее. Нет. Это далеко не так, далеко не всегда так. Влечение это просто желание. Просто желание, которое есть. Которое вам что нормально и объективно хочется реализовать. И все, что вам нужно сделать, вот если говорить о том, что вы можете сделать правильно, то подумайте, а вот поцелуи, да, вот поцелуи, ласка, вот это все, что я хочу. Это мне что даст? Какое ощущение мне это даст? Какое чувство? подумать и постараться самостоятельно его реализовать. Потребность. вашу потребность нужно реализовать самостоятельно. Если потребность в любви, необходимо проанализировать предыдущие потребности, такие, как безопасность, значимость, например. Потому что без этих потребностей вы не сможете любить. ну, не сможете саму себя обеспечить любовью. У вас не получится этого сделать. Невозможно. Не удовлетворив одну потребность, да, удовлетворяя другую. это иллюзия, что так можно. Дальше. Так. Так. Это катастрофа. Я не понимаю, какого счета это все происходит. Это всем не отобрали. Правильно. Потому что ваши желания, ваши потребности, они не удовлетворены. И именно из-за того, что они не удовлетворены, возникает раздражением. Так. иногда мне кажется, что мой парень ведет себя, как он, а я веду себя, как моя мама. Да, родительский сценарий. В общем, я перевожу это еще и в наши отношения. Правильно. Потому что это другой модели со взаимодействием между мужчиной и женщиной вы не знаете, не видите. Вот. Значит, это просто бесит. Я знаю, что мне это кажется, как это лечить, что делать, чтобы все исчезло, в конце концов, я от нее больше не живу. Терапия. Терапия, консультации, продактный анализ, как вам сказал мой коллега, правильно, совершенно. Это вам поможет. куда более эффективнее, чем все, что происходит. Вот. И это не болит, чтобы это лечить. Это психологическая проблема, которая решается. Так что не записывайте себя в дальние. С вами все в порядке. Просто нужно поработать немножечко, вам помочь, немножечко, и вы сами справитесь с проблемой. Ну, со своей проблемой, я имею в виду. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok